Наступает 1913 год. Математик Эрнст Цермела формулирует теорему, которую фактически можно признать первой теоремой в истории теории игр. Теорема звучит следующим образом. В шахматах при правильной игре обоих игроков возможно ровно три варианта. Либо гарантированно выигрывают белые, либо гарантированно выигрывают черные, либо оба игрока могут гарантировать себе ничью. Что это означает? Это означает, что если оба игрока, и белые, и черные, играют правильно, то не может так получиться, что в одной партии победят белые, а в другой партии победят черные. Всегда при правильной игре будет реализовываться ровно один из трех исходов. До сих пор неизвестно, какой именно из этих исходов должен на самом деле реализовываться. Мы до сих пор не знаем, являются ли шахматы ничейной игрой, или какая-то из сторон может обеспечить себе победу, но тем не менее мы знаем благодаря Цермела, что возможен ровно один из этих трех вариантов. В общем виде теорема Цермела формулируется для любых конечных игр в развернутой форме с совершенной информацией, и она фактически обобщает теорему Цермела для случая шахмат. Доказательство этой более общей формулировки теоремы Цермела было чуть позже, в 1928 году, приведено другим математиком Ласло Кальмаром в его статье о теории абстрактных игр. Шахматы являются хорошим примером игры с нулевой суммой. Они были традиционно очень интересны исследователям. Напомним, что игра называется игрой с нулевой суммой, если в каждом профиле сумма платежей, которые получают игроки, равна нулю. В играх с нулевой суммой важную роль играют так называемые максиминные и минимаксные стратегии. Давайте поговорим о них чуть подробнее. Рассмотрим для примера игру двух лиц, матрица которой представлена на ваших экранах. У первого игрока есть две стратегии А1 и А2. У второго игрока есть две стратегии B1 и B2. Давайте рассмотрим каждую стратегию первого игрока и поймем, какой платеж первый игрок сможет гарантировать, выбирая ту или иную свою стратегию. Если первый игрок выберет стратегию А1, то независимо от того, что сделает второй игрок, первый может гарантировать себе платеж, равный двум. Это наихудший возможный результат для первого игрока, если он выберет стратегию А1. Давайте обозначим этот платеж через У1 с нижней чертой. Значит, в случае, если первый игрок играет стратегию А1, то вот этот гарантированный платеж равен 2. В случае, если первый игрок выберет стратегию А2, то этот гарантированный платеж будет равен минус тройке. Возможен вариант, в котором второй игрок сыграет стратегию B2 и тогда первый получит лишь минус 3. Точно так же можно найти гарантированные платежи и для второго игрока. Если второй игрок будет играть стратегию B1, то его гарантированный платеж равен минус 4. А если второй игрок будет играть стратегию B2, то минус 2. Теперь мы можем определить величину, которая называется максимином игрока. Будем называть максимином максимальный из гарантированных платежей игрока по всем его возможным стратегиям. Например, в случае игры, которую мы только что рассматривали, вспомним, что, играя стратегию А1, первый игрок мог гарантировать себе платеж, равный двойке. Играя стратегию А2, первый игрок мог гарантировать себе платеж, равный минус трём. Значит, если первый игрок выберет стратегию А1, то его гарантированный платеж будет максимальным из возможных, будет равен двум. Поэтому, если первый игрок ведет себя так, чтобы максимизировать гарантированный платеж, то он должен играть стратегию А1. В этом случае его гарантированный платеж будет равен двойке. Этот платеж называется максимином, а стратегия, которая приводит к этому платежу, называется максиминной стратегией игрока. Итак, А1 – максиминная стратегия первого игрока. Точно так же можно найти и максиминную стратегию второго игрока. Если второй игрок ведет себя так, чтобы максимизировать гарантированный платеж, то тогда он должен выбирать стратегию B2. Ведь играя стратегию B1, его гарантированный платеж равен минус четырём, а в случае, если он играет стратегию B2 – минус двум. Поэтому максимин второго игрока равен минус двойке, а его максиминная стратегия – это B2. Иногда максиминная стратегия также называется осторожной. Это связано с тем, что максиминную стратегию можно интерпретировать следующим образом. Игрок ведет себя так, чтобы обеспечить максимально возможный гарантированный платеж, то есть застраховаться от любых неприятностей. Он не гонится за возможными большими платежами, играя другие стратегии, а предпочитает обеспечить себе некоторый фиксированный уровень выигрыша. И вот если он ведет себя так, что он максимизирует этот гарантированный уровень, независимо от того, что сыграет другой, то тогда фактически он и играет максиминную или осторожную стратегию. Теперь давайте вернемся к игре и ответим на немножко другой вопрос. Пусть второй игрок сыграл стратегию B1. На какой максимальный платеж может претендовать первый игрок? Легко видеть, что максимальный платеж, на который может претендовать первый игрок, если второй сыграл B1, равен 4, а если второй сыграл B2, то 2. Вот эту величину будем называть максимальным платежом. И аналогично максимину можно определить величину, которая называется минимаксом игрока. Мини-макс игрока — это максимальный платеж игрока в том случае, если остальные игроки стараются минимизировать его максимально возможный платеж. То есть вот предположим, что второй игрок ведет себя так, чтобы минимизировать максимально возможный платеж первого игрока. В этом случае второй сыграет стратегию B2, потому что в этом случае максимальный платеж первого игрока будет минимальным и равен 2. Она называется минимаксом первого игрока. А стратегия, которую должен сыграть первый игрок, чтобы получить этот платеж, называется минимаксной стратегией первого игрока. Таким образом, идея минимакса состоит в следующем. Предположим, что все остальные игроки пытаются минимизировать наш платеж. Тогда мы будем играть такую стратегию, чтобы получить максимально возможный из оставшихся возможными вариантов. То есть фактически наилучший ответ на такие стратегии остальных игроков, которые минимизируют наш максимальный платеж. Итак, A1 – минимаксная стратегия первого игрока, а B2 – минимаксная стратегия второго игрока. Минимакс первого игрока равен двойке, а минимакс второго игрока равен минус двойке. Максимин первого игрока совпал с его минимаксом. Если выполняется такое равенство, то говорят, что имеет место минимаксное решение в чистых стратегиях. Это же решение является и максиминным решением в чистых стратегиях. Более того, это решение является и равновесием Нэша в чистых стратегиях. Естественным образом возникает вопрос. В любой или игре двух лиц с нулевой суммой существует минимаксное решение в чистых стратегиях? Нет. Легко видеть, что, например, в Орлянке такого решения нет. А если расширить множество возможных стратегий до множества смешанных стратегий? В любой или игре двух лиц с нулевой суммой существует минимаксное решение в смешанных стратегиях. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, фактически и пришлось заложить основание науке, которая сейчас называется теорией игр. Субтитры создавал DimaTorzok